Приветствую вас, братья и сестры. Приветствую. Недавно мы делали работу, недалеко здесь городок есть, для тех, кто не знает, кто смотрит в прямом эфире, Плезенгаб, где живут многие семьи из нашей церкви. И вот когда мы пришли туда работать, Славик Дмитриеву рассказал историю. Когда он пришел посмотреть этот объект, хозяин ему говорит, будь осторожен, здесь много змеев водится. Славик услышал информацию и пошел смотреть. И как-то уже сразу эта информация и ушла. Идет по траве, чувствует, наступил, как будто бы на трубу какую-то, нога так поскользнулась. Он смотрит, змея под ногой. Как вскочил, потом говорит, смотрел, в гараже там много шкуры змеиной, сухой. Змеи меняют шкуру. Он сразу не придал этому значения, да, что змеи могут быть реально сразу под ногой. Есть люди, которые любят змеев, но в большинстве своем, когда мы видим змею, у каждого своя реакция. У кого-то убежать подальше, у кого-то схватить палку, убить эту змею. Но змеи для многих представляют угрозу. Когда израильский народ вышел из Египта, Бог их вел по пустыне. И вот они становились станом. Когда они шли, останавливались на какое-то время стоять. Это было большое количество людей, почти 2 миллиона человек. Они ставили палатки, у них была определенная схема. Вы представьте себе, что это огромная территория палаток, где каждое колено было особо, каждое племя, каждая семья. Это множество палаток. И вот произошло такое событие. Израильский народ роптал. Им не нравилось, что у них каждый день пища, что у них одежда не снашивается, что все им Бог дает. Они начали вспоминать то, чего у них нет, чего не хватает, что было в Египте. Все плохое забылось. Они начинают роптать, они прогневали Господа. И вот они начинают замечать, по стану происходят крики. Кто-то кричит, змея! Змея в палатке! У кого-то змея где-то в горшке, в сосуде. Змеи появились, непростые, ядовитые змеи, которые начали жалить людей. Жалить до смерти. Не было противоядия. Это не просто так, сразу с неба, наверное, упали змеи, и вот сразу все всполошились. Скорее всего, люди беспокоились определенный период времени, ложились спать, и они были в страхе. Кто следующий? Смотрят, проверили палатку. Нет змеи? Нет. Легли спать и боятся. И ночью крики. Укусила. Там укусила. Там смерть. Там смерть. Паника. В стане паника, люди плачут, вопли. Что делать? Убивают их. Наверное, борьба с этими змеями, ничего не помогают. Они возопили, пришли к Моисею и говорят, Моисей, что делать? Помолись Богу. Пусть удалит змея. Люди умирают. И вот мы читаем книга Числа, 21 глава 7 стиха. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Братья и сестры, если вам сказать сегодня, сделайте медного змея, это сколько займет? Пять минут, десять, день, какой-то период времени, согласитесь, это ювелирная работа. Нужно было медь собрать, ее нужно было расплавить, сделать форму. Этого медного змея нужно было сделать как-то, чтобы он обвивался, наверное, вокруг палки, вокруг столба. Придать ему какую-то форму, чтобы это было видно, что это змей, это не просто проволока медная. В этот период времени еще люди умирали, змеи еще не ушли, еще люди кричали. Они ждали, что будет сделан змей, вот средство к спасению. И Моисей сделал этого змея и поставил его на шесть. Но достаточно ли было этого просто, чтобы стоял шесть и все змеи исчезли? Только потому, что Моисей послушался Бога и выполнил змея. Этого было недостаточно. По всему стану сказали весть, если вас ужалит змея, посмотрите на змея, тогда вы получите исцеление. Не сказали, что теперь не беспокойтесь, ложитесь спать, змеев не будет. Теперь все, этот медный змей охраняет нас от ядовитых змеев. Нет. Взглянув человек с верою в то, что змей этот дает исцеление, он будет жив. И так и происходило. Когда змеи жалили людей, они смотрели на этого медного змея и оставались живы. Кто игнорировал, тот умирал. И это происходило определенный период времени, пока эти змеи не исчезли, Бог их не убрал. Но израильскому народу был дан урок. Верой, смотря на этого змея, верой в исцеление он получал жизнь. Прошли поколения. Израильский народ уже сформировался как государство. И этого медного змея они носили всегда за собой. Он где-то у них был там в архиве сложенный. И вот они его достали. Израильский народ опять ушел от Бога. Он начал поклоняться идолам. И он взял этого медного змея. Они дали ему имя Нихуштан. И начали ему поклоняться. Поклоняться, потому что когда-то этот медный змей давал им жизнь и исцеление. Но силы не было никакой. Это было всего лишь медное изделие рук человеческих. И не больше. Если бы человек, хоть ужаленный, хоть заболевший, смотрел на него, ничего не было. Абсолютно просто медь. Но они сделали из него идола. И Библия нам пишет в 4 книге царств, 18 глава, 4 стих. Когда пришел, стал в израильском народе царь Езекия, иудейский царь. Он призывал имя Господне. Он уничтожил. Написано 4 царств, 18-4. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нихуштан. Он уничтожил этого идола. Люди сделали из того, что когда-то они получали исцеление, когда-то в нем они находили жизнь, потом они кусок меди сделали средством поклонения, а Бога забыли. Оставили живого Бога и поклонялись. Езекия уничтожил это. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 14 стих. Иисус Христос говорит такие слова. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Это был прообраз. Иисус Христос приводит пример и говорит, в распятом Иисусе Христе, который, тогда он еще говорил Никодиму, который будет распят, будет прощение грехов. Братья и сестры, друзья, все, кто слушают сегодня, сегодня можно иметь изображение Иисуса Христа на закладке в Библии, можно иметь иконку дома, можно иметь иконку в автомобиле. Кто посещает страны бывшего Советского Союза, пользуйтесь такси или маршрутными, можете обратить внимание, очень много православные ставят иконочки, чтобы сохранил Бог от аварий. Можно иметь крестик на шее, можно иметь крест в доме, хоть где угодно иметь изображение. Можно считать себя принадлежащим какой-то категории верующих, то ли к баптистам, то ли к католикам, православным. Можно все, что угодно делать, только силы в этом не будет. Как израильский народ, который взял этого медного змея и поклонялись ему, но ничего не было. Сила распятого Иисуса Христа в вере, в том, что мы признаем себя грешниками, и для нас Иисус Христос является личным спасителем. Нету силы, нет прощения грехов в том, что у вас есть какое-то изображение, какая-то символика, или вы регулярно посещаете собрания верующих. Нету в этом прощения грехов. Когда жизнь закончится, впереди суд и наказание. Но есть жизнь, когда мы Иисуса Христа принимаем как личного спасителя, просим прощения и следуем за Ним по Его слову. В этом есть жизнь, в этом есть исцеление, прощение грехов. И об этом Иисус Христос и говорит. Для этого он и был распят. Как израильский народ, когда был жален змеей и смотрел на этого медного змея и получал исцеление, так сегодня можно принять Иисуса Христа своим спасителем и быть исцеленным от греха. Иметь жизнь вечную навсегда в распятом Иисусе Христе. Пусть Бог благословит нас. Будем, друзья, молиться, чтобы Бог сегодня пробуждал и в нашей церкви души не просто к религиозным обрядам, не к тому, чтобы просто они покаялись и жизнь не менялась, чтобы Бог возрождал сердца, чтобы те души, которые принимают Господа, были Ему верными до конца. Слава Ему за то, что Он умер за нас и приобрел Своей смертью нам спасение. Аминь.